Доброе утро, мои хорошие! Сегодня моя самая любимая рубрика «Пустые баночки». Такие обзоры я всегда смотрю в первую очередь, потому что это отзывы на продукты, которые были использованы полностью. То есть не первые впечатления в момент приобретения, а именно отзывы о результатах использования. В этот раз пустых баночек будет очень много. Прошлых пустых баночек прошел ровно месяц. Я наконец стала более-менее дисциплинированной в вопросах снятия видео. И много пустышек, потому что, во-первых, обе мамы провели ревизию такую хорошую, подчистили ряды и отдали мне в общей сложности примерно 3 пакета пустых баночек. А если вас приводит в ужас такое количество пустых баночек, просто посчитайте, этим 7 пользовались, 5 взрослых и 2 детей. И еще есть такой момент, когда мы ежедневно что-то использовали, выбросили, использовали, выбросили, мы не замечаем, какое количество пластика мы использовали. Я к этому вопросу отношусь достаточно серьезно. Уже очень-очень много лет, еще задолго до Фаберлик, я сдаю пластик в переработку, хотя это не так просто, потому что те корзины, которые для пластика есть рядом с домом, туда принимают только пэт-бутылки. Все остальное мне приходится промывать, сортировать, сохранять и потом с периодичностью раз в 2-3 месяца вывозить на специальную базу. Я на этом заморочилась. Для меня это важно. И вот если вы тоже решите просто позаботиться об экологии и начать собирать весь пластик, который вы используете, вы тоже ужаснетесь тому количеству пластика, которое нас окружает. Ну а теперь приступим к самому обзору. Уход. Самая, наверное, одна из самых интересных позиций. Еще к интересным относятся БАДы, но о них попозже. Линеечка коллаген. Есть подробный обзор на канале. О составе. В общем, о самом важном. Что хочу сказать. Я все-таки продолжаю утверждать, что для сухой кожи эта линейка подходит только на теплое время года, потому что она достаточно легкая. Крем для век легенький. Дневной крем очень легкий. Нельзя тут указано. Флюид. Ночной крем, ну, средней плотности, ну, летом самое то. Сыворотка бустер, такая плотная, гелевая. Вот только тонер круглый год можно использовать. А, еще у меня есть маска. Не знаю почему. Ну, можете считать меня странной, но я так радуюсь, когда мне удается использовать всю линейку целиком до того, как отправить ее в пустые баночки. Вот в этот раз я прям перфекционист внутри меня ликовал, полностью добила до дна. Гидрогелевая маска мне очень понравилась. И у меня уже в запасе есть несколько штук. Это как огромный патч на вашу кожу. Мой самый любимый тип масок. Тканевым. Ну, я как бы покупаю их крайне редко. Могу пользоваться. Но гидрогелевые для меня лучший вариант. И я очень любила пользоваться корейскими гидрогелевыми масками, пока была возможность. Ну, а теперь из линейки коллаген. Я считаю, это лучшая маска. Одноразовая. В каталоге очень советую к приобретению. Тонер для лица не просто водичка, а такой, как лосьончик. В общем, пожалуйста, посмотрите мое видео. Очень подробное об этой линейке. После использования могу сказать, что кожа увлажнена. Кожа без шелушений, без высыпаний. Максимально комфортная линейка. Единственное, что дневной крем чаще всего я использовала и на ночь. Потому что все лето днем наносила SPF. Крайне редко были дни, когда я совершенно не выходила из дома. Либо это делала под вечер, какими-то перебежками быстрыми до магазина. Поэтому дневной крем, уж чтобы добить, чтобы все разом закончить, я использовала и на ночь. В принципе, комфортные, так как в креме нет SPF, то можно использовать на ночь. Это, в принципе, такие условности. Например, как в линейке Global Oxygen сделали, как по мне, очень правильно. Сделали крем увлажняющий и питательный. Летом увлажняющий это день, питательный ночь. А зимой наоборот. Питательный это день, а увлажнение ночь. В общем, линейка мне понравилась. Но повторять не буду. Линейка очень бюджетная. Естественно, не дает какого-то супер антиэйдж эффекта, ну, крема за 200 рублей. То есть, подтягивания овала лица, как от круговой пластики, у вас не будет. Вы просто получаете базовый хороший уход, хорошее увлажнение, разглаживание каких-то мелких морщинок, которые зачастую связаны с обезвоженностью кожи. Вы, эта линейка, да, и сама содержит коллаген, и стимулирует выработку вашего собственного коллагена. Но прям супер эффекта, что вы за месяц, там, как будто бы молодильных яблочек объелись. Но, конечно, этого не будет. Это как одна из линеек, которые вы чередуете. Например, вы можете курсом пройти круговую пластику. Или, например, пройтись по тяжелой артиллерии. Иринычка, или на вашей пептидами Иринычка Матриджини, который 60+, но который можно использовать раньше, чем 60 лет. И вот так чередовать курсы один за другим, чтобы ваша кожа получала разнообразное питание. Вот, все, что хотела, сказала. Три кислородных бальзама. Моя большая боль, то, что я не успела по купонам купить кислородный бальзам. Я только один успела взять. Я думала, под конец каталога оформлю заказ, а кислородных бальзамов не было. Но, надеюсь, вот сейчас карта, которую мы зарабатываем, по этим картам все-таки уже появится кислородный бальзам. Незаменимый товарищ в семье. Лето было достаточно активное. И после любого долгого пребывания на солнце, особенно, да, у моря, смазала всю семью спину. Ну, вы представляете, да, какой расход этого геля, если, например, несколько спин ежедневно им обмазывать. На кожу наношу в любой непонятной ситуации. Этот гель, он моментально впитывается. Работает прекрасно с высыпаниями. После пилинга точно так же наношу. Мне очень нравится. Покупала и буду покупать. И, вы видите, уходят просто оптом. При ожогах, сильнейших даже ожогах помогает. При любых повреждениях кожи. При солнечных ожогах. Очень советую. Вот мой муж скептически отнесся, когда я сказала, что, вот, да, я тебя намажу, тебя тогда ночью трясти не будет. Он всегда так относился, что в любом случае это неизбежно, потряхивать будет. Типа, надо просто одну ночь перетерпеть. Но я его все-таки, все-таки настояла, намазала его хорошенечко. И все, и ночью он спал прекрасно. И сын наш младший, который вообще был красный, как помидор, мы целый день провели у моря. И так получилось, что он СПФ сам, ну, много купался, еще терся спиной. И прям видно, как у него СПФ смывался, такой неоднородный загар, вот где он больше всего шоркался. Это моя глупость. Надо было обновлять СПФ, чего я не делала. Учусь на собственных ошибках. В общем, все прошло хорошо, чему я безумно рада. А вот с гиалуронкой я даже перепроверила. Думаю, как так у меня крем для век закончился, когда дневной и ночной уже давно закончились. Я нашла свое видео с пустыми баночками. И действительно, там нет крема для век. Вот так не люблю, когда происходит. Хотя крем для век действительно расходуется достаточно долго. Иногда бывает так, что дневной и ночной крем уже использовала, крем для век еще остался. Но есть очень интересный лайфхак. Не помню, где я его услышала. В общем, и стала тоже применять достаточно удобный способ брать с собой в поездке крем для век. То есть не брать все кремы. Взяли СПФ, например, и крем для век. И если отпуск какой-то короткий, достаточно вам этого хватит. И заодно крем для век можно добить, если он у вас, как у меня, остался. Мезоботокс. Постоянно в уходе наношу на лоб и на шею, чтобы разглаживать кольца Венеры. Пока пользуешься, действительно видишь эффект. И вот эта мимическая морщинка на лбу становится менее заметной. И кольца Венеры вроде бы разглаживаются. Хотя мне уже писали, что это еще зависит от осанки. Согласна полностью. Но в любом случае за шеей нужно ухаживать. И, кстати, не забывать наносить на шею СПФ. Кожа на шее очень нежная. Точно так же подвергается излучению. И даже есть в американском ютубе ролик, что стало с шеей женщины, которая наносила на лицо СПФ, а на шею не наносила. И какая разница. Зачастую женщину выдает не кожу на лице, а кожу на шее и на руках. Поэтому не забывайте о них тоже заботиться. Обожала. Вот еще раз занюхну. Линейку Блум. Моя любовь. Обалденнейшая душка. К сожалению, таких сывороток больше нет. Линейка Блум с туберозой, ну подразделом с туберозой остался, но сыворотка теперь едина и крем для век с Эдельвейсом. Обожаю линейку Блум. Вот одна из немногих бюджетных линейок, которую бы я повторила. Для меня фаворитом, безусловным, всегда остается активный крем Асюл. На втором месте крем ночной Куркума. Кстати, скоро уже достану его в использование. Все остальные линейки я пробую. Чаще всего мне нравятся. Но я люблю вот такой, ну более питательный уход, да. Не люблю очень легкие кремы. Даже летом зачастую. Днем ты нанес СПФ, и на ночь мне все равно хочется что-то питательное. Мне прям кажется, что солнышко за день высушивает мою кожу. Вот, и поэтому я могу питательным кремом круглый год пользоваться. Бывают исключения, ну крайне жаркие дни. Но ночи все равно в Калининграде прохладные. Поэтому линейку Блум очень советую. Сыворотку вы уже не найдете. Но зато есть крем дневной, ночной. На отопительный сезон самое то. Еще вот такие две штучки нашла. Уже естественно, одна мамина, одна моя. Сыворотка для ресниц у нас выходит новая. И вы знаете, почему они в пустые баночки выпали? Нет, мама-то мне вовремя отдала. Тут она все, добропорядочная женщина провела раскопки. Нашла все, что уже сомневалась, сроку годности отдала. А я увидела, что у нас появляется новая сыворотка для роста ресницы бровей. И вспомнила, где моя. Пошла, поискала. Ну, естественно, отправила в мусорку, потому что там 100% срок годности вышел. Еще для ухода за кожей лица есть нежный тоник. Им пользуется моя мама. Ну, вот не знаю, сколько уже, 5-6 флакончиков таких она использовала. Ей нравится именно он. Он тоже не как водичка. А зачем артикул смотрю, если я вам все равно странички каталога прикрепляю? Так вот, ей очень нравится. Бережно относится к коже. Действительно нежный, деликатный тоник для лица. Изенечки базовой аксиологи тоже советую. А я этим летом наслаждалась использованием очищающего геля для лица Изенеки Аксиологи. Вообще, этим гелем пользуются мои подружки с комбинированной кожей. Но в этот раз захотелось попробовать мне. Думаю, пока лето лишние сухости не вызовет, по пользу девочки, какое идеальное очищение. Не знаю, как будет в отопительный сезон. Но на лето это было шикарно. Кожа как будто бы дышала. Тоже очень бюджетная умывашка. По купонам я взяла ее рублей 150. Если еще не пробовали, попробуйте. Вот я столько времени... Нет, я помню, что я пользовалась этим гелем. Как-то подруга заказывала. Я попросила бы, можно я для обзора попробую. Еще я обзор сняла. У меня есть обзор на канале. Три вида геля наших для умывания. Вот. Я попробовала. Вот. Но я не помню. Вот вообще не помню, чтобы он у меня был в использовании. Прям полноценно. Я помню, моя мама штуки две использовала. Я у мамы умывалась им пару раз. Но вот так, чтобы полностью использовала я, это впервые. И вот что-то сошлось. Вы знаете, иногда с уходом так бывает. Вот ты первый раз попробовал. Ну, вроде бы неплохо, но не идеально. Второй раз попробовал. То ли сезон играет большое значение. Он однозначно играет значение. Время года. И в каком состоянии. Состояние вашей кожи. Какие-то гормональные изменения. Изменения в уходе. В принципе, да. Комбинация кремов, которыми вы пользуетесь. Но в этот раз это полный восторг. И я даже взяла еще в запас. Не знаю. А, вот еще из линейки Аксиологи спрей. Ну, это в использовании постоянно. Супер увлажняющий спрей. С одним из больших содержаний на Вафтема. На самое большое содержание на Вафтема. В кислородном бальзаме. Но также он есть в этом спрее. Вот. Так что тоже очень советую для восстановления кожи. Так. Не знаю, какой категории отнести. Линейка Аромио. Я в один момент испугалась, что линейку выводят. Сделала огромные запасы. Сделала уютненькую норку в холодильнике, где стабильная температура, чтобы масла не портились. Это очень важно. Содержать масла в хорошей, стабильной температуре, чтобы они не портились. Это хорошие эфирные масла. Уже не раз проводились тесты на испаряемость, на оставление жирных следов. У меня есть, мне кажется, все. Потому что я запаслась всеми плотно. Потом масла вернули в каталог. Я выдохнула. Вот теперь надо добить запасы. Эвкалипт и чайное дерево. Ну, естественно, и для помощи. При простудных заболеваниях, для антибактериального эффекта в помещении, в котором будет распыляться это масло из аромодиффузора. Ну и еще я прочитала, что подобные аромомасла еще отгоняют комаров. Вот это тоже один из плюсов. Ну, к примеру, чтобы не пользоваться фумигаторами какой-то химозой, можно ведь и простыми народными средствами отгонять этих тварей жужжащих. Еще не показала из раздела уход за кожей лица мини-патчи для проблемной кожи. Это такие маленькие, не сказать, что пластыри. Ну, чем-то похожи на пластырь-кружочки, которые вы приклеиваете на прыщички. И они либо вообще проходят, все вот эти хотюнчики, либо быстрее как бы взрываются, как будто бы их вытягивает. Но главное их назначение для меня, это заблокировать любой прыщ от наступления моих ручек-ковырялок. Я вот с подросткового возраста этим страдаю. Я начинаю, что-то сижу, читаю, что-то делаю, смотрю, и руки пошли чесать. Вот заклеила таким пластырем, мало того, что он подлечивает, так еще и блокирует возможность расчесать, занести инфекцию, размножить все эти пупырки на лице, поэтому очень советую. Итак, теперь уход за телом. Прикончила очередную баночку суфле, апельсиновая меренга. Для лета это идеальный вариант, но я не знаю, что сейчас из суфле у нас осталось, но если что-то видите с названием суфле, пробуйте. Это максимально легкие, увлажняющие текстуры. Когда-то взяла прям несколько баночек и продолжаю использовать. Для мамы, например, своей я две таких баночки суфле вперела в дозатор, ей удобнее использовать, так как суфле достаточно такой жиденькое. Ей так комфортнее использовать, я использовала из банки. Жидкое мыло, был клубничный макарун, а потом туда мама заливала гель для мытья рук с алоэ из нашей народной линейки. В общем, макарун это просто бомба, отдушка. А мыло с алоэ жидкое больше повторять не будем. Гель для интимной гигиены. Ну, один из самых любимых, чаще всего брали. Густой, экономный, не вызывает сухости, раздражения, советую. Вот такое мыло сейчас у нас уже перепаковано в большей упаковочке. Тоже в него доливалось, просто дозатор использовался, и вот сейчас дозатор обновился на другой, поэтому этот пришел в пустые баночки. Гель для душа. На самом деле я первым использовала мыло жидкое, и потом гель для душа перелила в дозатор, так удобнее пользоваться. Это самая последняя новинка в линейке Витамани, обалденная, цитрусово-горьковатая душка, которая в душе немножко по-другому раскрывается. Да, действительно дает такую бодрость, ну, какую-то сочность. Очень приятно. Я обожаю линейку Витамани практически всю, и вот ее яркие отдушки, это моя любовь. Супер бюджетный крапивный шампунь из народной линейки. Я обожаю медовый за запах и крапивный за эффект. Конечно, эти шампуни промывают волосы до скрипа. Это не шампуни без СЛС, СЛЕС. Тут СЛСов жестких нет, но СЛЕСы есть. Для большинства людей это важно. Большое количество людей не могут пользоваться шампунями без СЛС и СЛЕС. Хотя бы СЛЕСики слабенькие должны быть иначе. Они не чувствуют, что волосы промыты. Вот я люблю, что пусть лучше я не чувствую, что волосы промыты. Для меня так лучше, мягче волосы. Но и этот шампунь оставлял волосы достаточно мягкими, тем более потом наношу бальзам. Очень понравился. Когда прикончу все свои запасы шампуней, я думаю, однажды я и к медовому, и к крапивному вернусь. Еще из шампуни мой супруг допользовал. Огромный такой шампунь из линейки Эксперт. Тоже достаточно бюджетный. Возможно, когда-то повторю. Опять же, когда подойдут к концу все наши запасы. Потому что одно время Фаберлик выпускал такое количество новинок шампуней, что всем семейством пользуем, пользуем и никак не допользуем. Для волос у меня есть бальзам. Вот этот мне очень понравился. Ромашка и кедровое масло. Я его поставлю на один пьедестал с моим любимым бальзамом, шиповником и медом. А вот этот с репейником вообще никакой мягкости не давал. Бальзам сила и энергия. Возможно, у меня неподходящий тип волос. Бальзамы это действительно очень индивидуально. Но если у вас, как у меня, сухие, поврежденные волосы, вот у меня была химическая завивка, то попробуйте вот этот с ромашкой, обалденно пахнет, и кедровым маслом, а вот этот как-то по-мужски пахнет. Ну да, у меня что-то как будто бы есть мужской в одушке, но она не противная. Ну как будто бы какая-то такая мужская нотка есть. А вот этот обалденно пахнет. По текстуре они немножко отличаются, но и по уходу тоже. Вот этот очень советую. Сейчас вы удивитесь, я думаю, вы уже давно в кадре удивляетесь, что это у меня не фаберлик. Я действительно иногда пробую что-то не фаберлик. Тут две может быть причины. Во-первых, если мне что-то прям очень советовали в комментариях, я действительно попробую. Но конкретно в этой ситуации я просто увидела слово кокос. Я беру всё, где вижу это слово. Неважно, какая марка. Тут я к маме пришла, увидела, ей подарили гель-лентинный гигиенов, флоресан, по-моему, марка с кокосом. Я говорю, мамочка, можно я возьму, пожалуйста? На самом деле запах оказался не такой прям кокосовый, очень жидкий, того не стоит. И там запаха такого кокоса нет. Хорошо, что это не я пошла купила, а вот досталось мне и досталось по наследству. Мне понравился этот кремовый гель для душа, но одушка не чистый кокос. Кокос напоминает, но я ищу одушку кокоса, как она была в суфле кокосовом в лакрем. Раньше в линейке лакрем было кокосовое суфле. Оно у меня ещё есть в запасе. Это такой кокосово-сладкий, насыщенный, просто сумасводящий аромат. Кому-то он, возможно, тошниловский. Для меня он невероятно приятный. И вот я ищу ту одушку. Я заказала гель для душа лакрем с кокосом. Вот там кокосик тоже очень приятный. И выходит он, по-моему, подешевле, чем этот. В общем, тут кремовый и наш кремовый одушки отличаются. Хоть и там, и там кокос. Да, послаще. Послаще. Но это тоже неплохо. Единственное, что кокос какой-то бриглушённый. Второй раз брать не буду. Это однозначно. Но неплохой вариант. Лучше, по крайней мере, чем тот был флорисан. Диздорант Айдео. Зелёненький. Самая популярная одушка. Ну, я люблю шарики. Большая часть моей семьи, ну кто? Обе мамы любят спреи. Поэтому и те, и другие есть в пустых баночках. Вот моя свекровь долгие годы сидела на шампуне Клеа Витабе. И боялась с него слазить. Но потом он стал стоить вообще каких-то сумасшедших денег. И она рискнула попробовать что-то от Фаберлик. И я ей предложила шампунь от Перхоти. Потому что у него состав такой. У неё от шампуня как раз-таки чесалась голова от других. Вот я предложила ей от Перхоти. И всё, это была любовь с первого, мне кажется, использования. И всё, теперь она плотненько сидит на Фаберлике. Почему без крышки? Потому что она дозатор накручивает. И, видимо, крышечки не перекручивает. Сухой шампунь. Ну, тоже незаменимый товарищ. Всегда есть. Особенно, когда жарко. Голова становится очень быстро грязной. Иногда уже в обед она неприлично выглядит. Поэтому всегда есть в наличии. Пенка для очищения лапок. О, это для нашей плюшеньки. Ну, тоже к гигиене же можно отнести. Мне очень нравилась линейка лапки-лап. Как-то её вот распродавали, распродавали. Ну, надеюсь, какой-то аналог нам дадут. И теперь для зубов. Вы не поверите. Я каждый раз вам говорила, что супруг и дети выкидывают пасты. И я не успеваю вылавливать. В этот раз я не знаю, что со мной произошло. Я выдавила нашу пасту Ума, детскую, последнюю горошинку. И на автомате выбросила в урну. Я не стала лезть в эту урну. Просто скажу, что детская зубная паста тоже закончилась. Добили, использовали. И улетела в помойку. Была, да и сплыла. Мы с мужем добили пасту хамигаки с мачо. Вот из хамигаки мне нравятся две. Которая с цветочком лотос, по-моему, розовенькая такая гелевая. И вот эта мачо. А та, которая с женишением и с солью у нас на последнем месте. Сейчас, кстати, мы пользуемся той, которая с солью. Ну, кстати, я привыкла к вкусу соли. Если первое время мне казалось, что у меня кровь в рту, сейчас уже вроде бы нормально. В общем, линейка хорошая. Разработана совместно с японскими лабораториями. С хорошими ингредиентами. Повышение чувствительности не наблюдалось. Хотя я к этому склонна. Кровоточивость и десен тоже не вызывала. Хорошая зубная паста. Я тут, в принципе, отношусь так, что я хочу их чередовать. Пусть от каждой пасты я возьму самые лучшие компоненты. И тоже мои зубы получат разнообразие. А вот мой супруг готов круглый год чистить зубной пастой плюс 200%. И уже умоляет меня. Катя, когда ты мне дашь нормальную пасту? Я говорю, терпи. Мы еще не все добили. Опять же, потому что в свое время вышло очень много новинок. Я старалась одна их использовать, потому что он тупо плюс 200%, плюс 200%. Вот, кстати, на нем в текущем каталоге шикарная цена. Надо бы взять запас, но у меня много. Нет, не много. У меня еще осталась с мисваком. Вот эта зубная паста, которую я не представляю, как добить, дочистить. Вот эту солью я сейчас пользуюсь. И еще одна какая-то лежит. Ладно, можно, можно купить. Плюс 200%. Он ей чистил, а я все эти новинки добивала в одни зубы. Вот. Потом я сказала, нет, так не пойдем. Давай вместе все это. В общем, была война за зубы. Ополаскиватель. Сейчас он в большем объеме. Супруг, у него на работе стоит целая батарея ополаскивателей. У него зубки очень склонны к крошению, к уничтожению кариесом. Ну, вот так. Мне кажется, это генетика. Мне кажется, это генетика, потому что он тщательно чистит зубы. Вот он пользуется ополаскивателем. Но все равно зубки крошатся. В отличие от меня, я не люблю ополаскиватели. Мне все они ужасно жгут ротовую полость. Меня хватает на ультразвуковую щетку, силиконовую. Прочистку ершиками и ниточками. Вот это все. Но ополаскиватель это не мое. У меня зубы все крепчайшие. Один зуб об орехе сломала. А так не плунт, не кариес. А вот у него вот так. Так, зубная щетка силиконовая идеально очищает зубы, не травмируя при этом десны. Вот зубки чистит прямо до скрипа. Единственное, что из-за плотности щетин, возможно, не во всякую дырочку подладит. Но так как на ночь, я считаю, самая важная чистка зубов, и это подтвердила стоматолог нашей Друг Семи, что самая важная чистка это на ночь, потому что ночью вы не пьете, не едите, у вас не такой обмен слюны. Вот эти все бактерии прям сидят в вашем рту и уничтожают ваши зубки. Поэтому на ночь я очищу просто до блеска, вот просто до идеального состояния. Утром зубки чистим после приема пищи. Не надо чистить зубы, потом идти пить кофе. Это абсолютно неправильно. Так вот, в общем, все правила соблюдаем. В принципе, с мужем не грязнули, но вот как-то генетика иногда так срабатывает. Напишите, у кого еще это боль жизни, генетически плохие зубы. И вообще верите ли вы в то, что качество зубов зависит не только от ухода, но еще от генетики. Для волос еще пропустила. Я периодически как ниндзя из-за угла налетаю на супруга и что-нибудь ему пшикаю, втираю, мажу на голову, чтобы улучшить рост волос. Он уже затормозил наследственный процесс, потому что в его возрасте папа и дедушка уже были с лысиной. Мы этот процесс тормозим как можем. Тут были ампулки. У нас еще таких три коробочки. Ампулку я разбиваю на два раза, иногда даже почему-то получается на два с половиной как будто бы, но у меня еще есть параллельный спрей, гель и у меня не получается каждый день. Я прям ловлю момент, когда напасть на мужа. Ну ничего, волос держится. Продолжаем экзекуцией. Люблю эту линейку, эксперты, шампунями он этими пользуется. Влажные салфетки мне тут написали, что реально была партия с яркой одушкой. Я тут всем разглагольствую, что они практически ничем не пахнут. Мне пишут, да ты что, они вонючие. Я уже думаю, ну мой нос такой чувствительный. Ну в принципе я хорошо распределяю запахи. Я еще говорила о том, что вот в детском мире купишь салфетки, бывает такие вонючие, что просто невозможно. И Ума, спасибо, сделали без одушки. Предыдущие были с одушкой, которая мне не нравилась, а эти обалдены. И тут мне пишут про это. И оказывается реально не все салфетки, но какая-то партия попалась с яркой одушкой. Но это исправляет и надеюсь в ближайшее время на всех складах будут салфеточки Ума без одушки. Ну как мне кажется, чем-то пахнет. Но вот такой одушки, чтобы сказать там Джонсонс Бейбель, чем-то таким пахнет, этого нет. Давайте оставим товары для дома напоследок. Возможно, это кому-то вообще неинтересная категория. И поговорим о БАДах. Что принимает моя семья? Я сейчас покажу, что из этого мое. Чтобы вы не думали, что это все принимаю я. Ладно. На первом месте эндокринологам прописано на постоянной основе КЕЛП ИСИЛЕН. Для поддержания щитовидной железы КЕЛП это самая биодоступная форма йода. И получаем из водорослей. Не получим передозировки. Как в случае, например, мне запретили принимать препараты непосредственно, такие как Йодомарин и им подобные. А КЕЛП, пожалуйста. И СИЛЕН. Для того, чтобы была хорошая конверсия Т4 в Т3. Ну, в общем, кто на этой терапии, они меня поймут. Магний. Так и не поймала на Калининградском складе, но заказала с Московского склада. Ждала до последнего. Все-таки заказала посылку с Московского склада. Как я заказываю в Калининград с Московского склада, есть видео в описании под этим видео. Ищите ссылку на тот обзор, где я показываю, как это делаю. Срабатывает не для всех регионов, но для каких-то срабатывает. Вот магний, например, на моей маме прописали пить на постоянной основе. Бабули желательно тоже, либо хотя бы вот очередовать месяц пьешь, месяц не пьешь. Мне тоже магний назначили. Вот как раз-таки мама с бабушкой, то, что у них были, может быть. Ну, короче, это, по-моему, не мое. Либо одна мы... Ладно, это сейчас не суть важна. Пьет вся семья. Четвером мы пьем. Если у вас есть судороги, магний показан. Если проблемы с щитовидкой, магний показан. Если проблемы с памятью, со сном, с собственной деятельностью, магний показан. Это форма магний, хилат. По купонам она обошлась... Магний мне обошелся в что-то в районе 500-600 рублей, мне кажется. И я точно проверяла в аптеке. Эволаровский магний, единственный магний, хилат, который я показывал в Калининградской аптеке, магний хилат Эволар, точно в такой же дозировке, стоил больше тысячи. То ли 1100, то ли 1200. Ну, конечно, мне выгодно брать у нас. Получится более чем в два раза дешевле. Ну, или ровно в два раза дешевле. Брала и буду брать. И с московского склада я заказала сразу 10 банок. Потому что нас 4 человека принимают. Неизвестно, когда в Калининграде появится. И еще подруга иногда тоже просит магнию. Супруг допил мужские витаминки. Раньше отказывался пить. Потом все-таки, когда пару раз я лекции провела, начал пить. И мы заметили снижение количества судорог. Он с подросткового возраста страдал судорогами. Но иногда это было невыносимо. И просто даже в ночи это могло проснуться от этого. Начал принимать витамины потихонечку. Я по одной баночке ему выдаю на работу. И судороги сократились в разы. То есть, если раньше это могло быть каждую неделю. Могло быть два раза в неделю. Сейчас это может произойти раз в три месяца. Может быть. Это уже не первая баночка мультивитаминных комплексов. Которые выпивают. Ку-10. Это опять же из-за обследования загашников. В старой версии Ку-10. Просто выбросить в баночку. К сожалению. К сожалению, в новой версии Ку-10 снизили дозировку. До более такой профилактической дозы. Она нужна была лечебная. Можно сказать, в той версии как бы лечебная была. А сейчас профилактическая. Витамин D3. Моей бабуленьки на постоянной основе. Обоим мамам на постоянной основе. Я витамин D, ну как эндокринолог сказала. Мне тоже по идее надо на постоянной основе принимать. Витамин D. Это про гормон. Вот. Но если честно, если честно. Вот лето сейчас было. Мы столько с детьми гуляли. Мы ездили на море. И иногда что-то во мне говорило, что Катя, ты не можешь и не пить. Но, например, мои мамы обе и бабуленька. Бабуленька так вообще редко бывает. На улице максимум плюшку выгуливает. А так этот. В общем, им на постоянной основе. У кого-то D, у кого-то D3 плюс K2. Короче, есть разные варианты. У кого что закончилось. Лецитин. Лецитин. Мало того, что сам по себе хорош. Он еще усиливает действие некоторых БАДов. Обязательно даю бабуленьке. Это прям 100% ей нужно. И у меня есть еще в запасе лецитин. Я лично планирую пропить с комплексом ДНС. Системы, почитать информацию, сколькими свойствами обладает и защита наших сосудов, эластичность мембран, опять же усиление действий других БАДов. Короче, функций очень много. Тоже один из таких БАДов, который на постоянной основе. Мой самый любимый БАД. Незаменимый БАД, который спас мою жизнь. Потому что в обе беременности из-за огромного количества эстрогенов, которые находятся в теле женщины беременной, у меня случились проблемы с печенью. Поддержка печени. Это просто жизненно необходимый для меня БАД. Также, как и для профилактики гепатофорта. Он, конечно, не такой мощный, как поддержка печени. Про него даже помню, есть отдельный обзор. Но тоже для профилактики неплохо. Вот видите, БАДы я всегда оставляю на конец видео. Потому что если я захожу в тему с БАДами, все, Катюху унесло. Секреты Востока. Уже который раз, вам повторяю, оказывается, секреты Востока не только для поддержания иммунитета. И, кстати, еще данный БАД может влиять на гормональную систему, регулируя ее. Но еще и для борьбы с паразитами. Оказывается, черный тмин и кастальхинди, помимо мощного иммуномодулирующего, симулирующего эффекта, обладают мощным антипаразитарным эффектом. Поэтому, если вы пропиваете этот курс осенью, вы не только укрепляете свой иммунитет, но еще и прогоняете паразитов из организма. Что немаловажно, даже если у меня были паразиты, например, у нас есть собака, за которой я ухаживаю, купаю, играю и все прочее. У меня не было никакого эффекта антиинтоксикации, что я теряю паразитов. Уже ни одна баночка секретов Востока пропита. И доказано, кстати, что масло черного тмина борется с знаменитой болезнью. Витамин С плюс цинк, тоже один из БАДов, который не пьется на постоянной основе. Он применяется только в экстренных случаях. Да, если я вижу, что-то закуксились мои мальчишечки, кто-то там пытался где-то что-то кашлянуть, чихнуть. Витамин С я советую только после еды. Я один раз бахнула на пустой желудок, было такое состояние, нестояние, ничего не естественного, не хотелось бы. Боже мой, как жго. Будьте осторожны. Бабуле, например, я даю только цитрактив, потому что витамин С это все-таки кислота. Здоровый желудок, особенно наполненный едой, запросто справится. Но вот пустой, поврежденный желудок может среагировать, имейте в виду. Деткам тоже даю немного, потому что переборщить витамином С тоже опасно. Но вот в момент такой пик я где-то что-то заметила, уже понимаю, что пытается болезнь прийти в наш дом. Быстренько капсулу разломала, на язычок одно-второму насыпала, они поморщились, водичкой запили и все прекрасно. Бальзам Эдигера. Когда изначально он выходил, послушав лекцию Эдигера, врача, я как раз-таки в тот момент находилась в состоянии нестояния, какой-то немощи в теле. Возможно, какие-то последствия знаменитой болезни были у меня. Пропила действительно хорошо влияет и на восстановление энергии. Он очень приятный на вкус, в воде разводишь, принимаешь для иммунитета, для восстановления жизненных сил. Так же, как и антиоксидант, советую. Энзи Пауэр, который тоже закончился на складе. Вот если видим черточки, значит бабуленьки, она все банки размечает. В составе есть, вот уже тысячу раз это говорила, но все равно повторю. Яблочная клетчатка, порошок папай, папаин, порошок ананаса, бромелайн, панкреатин, амилаза, липаза, протеаза, порошок куркумы, экстракт артишока. Лучше мизима справляется с любыми проблемами кищеварения. Тоже постоянно есть. К сожалению, я успела купить только две баночки, его разобрали, но я поставила на него сердечко, буду отслеживать. Как только появится, тоже нужен всей семье, поэтому должен быть. Энерджи Бум, крайне редко пользуюсь, балуюсь этими таблеточками, но если вдруг я снимала, а когда у меня съемки, это значит я лягу в 4 утра, и детки мои ночью-то спали, и просыпаются в 7-8. И вот когда мне совсем невыносимо, и я понимаю, что мы сейчас пойдем на прогулку, мне нужна максимальная концентрация, кругом дороги, машины, самокатчики, вонючие. Велосипедисты, которые гоняют и не тормозят перед детьми, самокатчики не тормозят перед детьми. Я понимаю, взрослого объехать можно, но дети народ непредсказуемый. Он в любую секунду может резко, как зайчик, прыгнуть в сторону, и все-таки надо хотя бы притормаживать перед детьми. Сумасшествие происходит с этими самокатами. В общем, принимаю. Три таблеточки бахнула, их хватает у меня сил хоть чуть-чуть продержаться. Так, в составе кофеин, экстракт плодов гуарана, повышенного сердцебиения я за собой не заметила, и бабуленька моя, кстати, его принимает, потому что у нее ночью она с высоким давлением борется, а к утру у нее пониженное давление, и она принимает только по 2 таблеточки, чтобы немножко тоже взбодриться. Живица у нее тахикардию не вызывает, и живица, которую постоянно дают своим деткам, нет, не постоянно, в сезон вирусов и в простуд, с сентября и практически по май, для укрепления иммунитета. Живица, это кедровое масло, они прям разгрызают капсулки, приятнейший на вкус, поддерживаем иммунитет. Вот, кстати, еще одна Аромия Мандарин Фрэш Энерджи спрей, распыляла в помещении, на шторы. Единственное, что вот из, по-моему, вот всех этих спреев, Мандарин Фрэш, как по мне, самый какой-то, ну, вот Black Amber, дорогой аромат, даже Daisy Water, несмотря на то, что я не люблю цветочность, но все равно звучит как парфюм, прям парфюм для дома. А вот этот Мандарин Фрэш для меня звучит как просто освежитель воздуха, вот такой нюанс. Еще для здоровья, мой любимый травяной сбор, последний, последний в моих запасах, олива, мятный был травяной сбор с листом оливы и гастро. Ну, мой муж что-то постоянно сновил, подсел, уже желудок не беспокоит, но продолжает пить. В заказе там еще приехало два, он у меня уже один забрал, держусь, чтобы не отдать второй, пока не сниму вам распаковку. Травяные наши сборы очень любим и постоянно какие-нибудь допьем. Переходим на товары для дома, концентрированный порошок, универсальный, был момент, когда у меня альпийских луков не было и я открыла этот, но я все равно люблю альпийские луга. Маме, кстати, сказала, говорю, мам, ну ты мне, пожалуйста, пачки от порошков отдавай, потому что как-то еще баночки, бутылочки отдает, а мягкие упаковки нет, я там сказала, хорошо, буду, а то вечно как будто бы порошками только я пользуюсь, хотя нет, пользуемся на три дома. Ну, салфетки Антилин всегда беру большими упаковками на Вайлдбрис или Азон. Таблетки для посудомоечных машин. Я сразу три упаковки высыпала, у меня такой контейнер специальный банк, пластиковая, насыпаю сразу полную и на несколько месяцев, забывая вообще о пополнении, наши таблетки разделяю на две части. Прекрасно все отмывается и экономия таблеток, и посуда быстрее, легче ополаскивается, но прекрасно все отмывается. Теперь из товаров для дома. Нет, давайте, не будет хаоса. Из средств для посуды и вообще для кухни. В нашем семействе закончилось четыре средства для мытья посуды. Суюн две штуки, тут я дозатор скрутила, перекрутила на гринли, флаконы одинаковые, поэтому дозатор подходит именно к гринли. Две бутылки, нравится, во-первых, что с дозатором, хорошая концентрация моющего средства, посуду отмывается хорошо, приятная фруктовая душка, самая популярная гель для мытья посуды на данный момент у меня. Гринли, травяной, обалденная душка. Я сейчас думаю, почему я так редко его заказывала, то ли опять же что-то внутри меня поменялось, то ли уже фруктики эти поднадоели. Травяной микс с легкой медовой душкой, просто обалденно. Линейка гринли создана для домов с септиками, чтобы не убивать бактерии внутри этих септиков, также для аллергиков, астматиков. Все экологически безопасно, в принципе, как и вся линейка, и еще и в эко-переработанной упаковке. Кстати, если вы не в Калининградской области, а в Большой России, то на многих пунктах выдачи осуществляется прием тары, что безусловно плюс. Вот мне приходится базы всякие искать, куда сдавать, а в Большой России есть возможность всю тару Фиберлик сдавать обратно. Поэтому поинтересуйтесь, внесите, пожалуйста, свой вклад в экологию. Моя мама любит это средство, оно одно из самых мощных в каталоге, но напомню, чем более мощное средство в борьбе с жиром, тем больше оно сушит руки. Это всегда пропорционально зависимо, потому что те компоненты, которые растворяют, расщепляют жир, точно так же расщепляют ваш липидный барьер на коже. И там, и там жир, и там, и там растворяют. Поэтому, когда выбираете средство, ориентируйтесь, чем оно мощнее, тем ручки будут посушены. Не мертвецкий суши. Вот иногда бывает, у кого-то в гостях мылом даже для рук воспользуешься жидким, и вот тут между пальцев начинает кожа облазить. Напишите, умоляю, что я не одна такая, у кого прям вот между пальцев начинает кожа облазить, ты вот потом моешь, и оно облазит. Такого нет, просто легкое подсушивание. Если от остальных гелей вообще, например, мне не сушат, то от этого подсушивание есть. Но зато просто безотказно убирать жир. Средство для плит. У моей свекрови, представляете, сколько продержалось. Это еще в старой версии средства для плит, оно сейчас в новой версии. Прошу прощения за некрасивую упаковку, но это средство разъедает все. Недавно произошла ситуация, когда у нас перестала уходить вода в раковине в ванной. Опять же, мой муж-скептик, когда я подошла с таким флаконом, сказал, ну куда ты лезешь, это не поможет, давай, дай мне вантус. Я сказала, любовь моя, отойди, я тебе сейчас все докажу. Включила горячую воду, раковина наполнилась, я дала ей слиться, воде уйти, залила буквально полфлакона этого средства. Через 30 минут подошла, налила, включила опять горячую воду, и вода просто шуранула по трубам. Единственное, что учитывайте, средство очень едкое, не ко всем металлам можно, но у нас все трубы ПВХ, мне кажется. Передерживать я бы не стала, на ночь, умоляю, не забывайте, может быть и трубу проезд. Но находится оно в классической бутылке, поэтому ПВХ, по идее, разъедать не должно, а металл и коррозию может вызвать. Этим средство, например, нельзя ничего алюминиевого, хромированного мыть, ну на упаковке есть инструкция, чтобы вы ничего не использовали, вы не испортили, читайте предварительно. Ну в общем, и жир отмывая, и нагар, и все вот это, например, стоит на кухне, там мультиварочка, чайничек, и все вот, этот, вытяжка, ну только если опять же там металл какой-нибудь непротивный, ну в моем случае у меня нет противных металлов в доме. Кафель, шкафчики кухонные, везде вот этим средством, намылила, оставила весь этот желтый противный налет, и отошел. Еще из средств для уборки дома, есть два универсальных средства от Гринли, или, кстати, в линейке Гринли, не помню, сказала нет, натуральные аромамасла. И наши стандартные для полов с лимоном, и то, и другое люблю, чередую, но все-таки большим спросом пользуется вот это, хотя я чередую. Средства для унитаза, чередую, тоже чередую, все 3 рублю, Гринли выделяю за его яркую отдушку, вот, но зато у этих есть, ну у двух других есть хоть какой-то эффект окрашивания, ты хоть видишь, куда нанес. Прекрасно отмывает, кстати, вот этим средством я мою не только унитаз, а если где-то есть налет, вот где-то я не заметила, что водичка подтекала, образовался налет, наносите на швы. В общем, прекрасно кислоты разъедают любой звездковый налет. Освежитель воздуха. Вот эта категория крайне редко бывает в пустых баночках, потому что он какой-то нескончаемый. Освежители на водной основе хотелось бы уже все поперепользовать, но, ну, ну не знаю, ну не получается, ну может, мы не каждый день, может быть, пользуемся, поэтому вонючек таких среди нас нет, чтобы прям вот после человека зашел и дышать нечем. Я даже чаще всего использую освежители, больше как вот валожную уборку провожу, захожу в комнату, так как он на водной основе, я спокойно прошлась, пыль осела, да, вот водный спрей нанесла, такая свежесть в доме, но я в этом плане люблю нитроизатор запаха. Он пахнет стиранным бельем, и вот этот запах стиранного белья во всей квартире прям обожаю. Ну и другие наши люблю, но это не моя пустышка. Для ванны средства точно так же хорошо разъедает на лед, ну-ка вот душевые кабинки, попробуйте. Ну, конечно, средства для стекол и зеркал. Вот что я люблю делать, это мыть окна. Ну, насколько часто я прям так сказать не могу, ну, раз в две недели точно, мне кажется, я протираю. Во-первых, у меня дети, все в отпечатках, все в ручках, все окошки, все любят они наблюдать за жизнью. Потом зеркала тоже все заляпаны, мне кажется, им по кайфу прям чистое зеркало облизать, обслюнявить, ладони оставить. В ванной комнате как зубы чистят, так все заплеванное, это зеркало, короче, все им протираешь. Также могу и по мебели пройтись, полирнуть, как говорит мой муж. И он, кстати, наше средство для стекол только его приемлет для своего автомобиля. Пробовал и другие, но сказал, нет, давай свой фаберлик. Опять же, скептик внутри него проиграл. Из пятновыводителей, пожалуйста, не удивляйтесь, 4 банки. Все, видимо, пятновыводили. Ну, я точно много пятен выводила, потому что футболки детские, летние, все светлые, большая часть белых. Постоянно где-то пятна сажаются, где-то на улице морожено поели. Лед фруктовый, там вот это все капнуло, окрасилось, где-то какая-то еда, борщищи, не знаю, что, где только мои дети не лазили. Стандартную стирку я добавляю всегда жидкий для обеззараживания и выведения повседневных пятен. Но бывает так, что приходится замачивать. Я в этом всегда только замачиваю. У меня три из предыдущей версии, точнее, из текущей немецкой версии, три штуки. И мой новый любимец, это я просто добивала. Теперь только корейский. Вам буду брать. Он оказался мощнее, он с энзимами. Состав у него покруче. Работает он прекрасно. Спасибо большое. Мне кто-то посоветовал, что не обязательно активировать кипятком. Я попробовала активировать просто горячей водой из крана. Действительно, точно так же хорошо выводит пятна. Кто-то мне даже писал, что энзимы в горячей воде умирают. Вот поэтому сейчас уже могу сказать, корейский точно можно растворять, не в кипятке. Тоже сработает. Что еще? Противни, решетки. Все замачиваю теперь. Раньше я только стирала. Теперь я все, где что-то надо разъесть, отъесть. Ложечку насыпала, водичкой горячей залила. Вот противень будет от курицы жирный-жирный. Все пригоревшее там. Замачивала, все отходило. Кастрюля окрасилась. Тоже вывела. Короче, чего я только с пятнами водителями делала. И мне кажется, но это не точно, что все четыре банки использовала я. Хотя, возможно, кто-то мне из мам отдал. Может быть, две. Не вспомню. То есть, в синий месяц в голове фиксировать тоже особой нужды нет. Сколько детских вещей спасено? И сколько нам отдавали вообще с пятнами непонятно. Ой, прошу прощения. Я знаю, что это вообще по ушам неприятно. С пятнами непонятного происхождения. И мы вещи отдавали. Все отстирывала. Кондиционер. Ну, уже понятно. Какой любимый кондиционер. Восточный пион. Моя любовь. Незаменимая любовь. Он только он и никто другой. Хотя выбор большой. Но вот такая яркая отдушка. Обалденная. Именно у него. Ну и смягчение, конечно. Наши кондиционеры от магазинах отличаются. Яркой отдушкой и хорошим смягчением белья. Но при этом белье не склизкое. Для меня это было очень важно. Гель для стирки темных тканей. Прекрасно восстанавливает темный цвет. Спортивных темных костюмов, джинсов. В общем, всю темную одежду с ним стираю. И выполаскиваю цвета. Для светлых и цветных тканей. Использую для стирки футболок, маек. Порошком я стираю постельное белье и полотенце. Все остальное я стираю гелями. Ну на этом вроде бы все. Парфюм для стирки всегда есть в пустых баночках. Потому что, ну незаменим он для меня при стирке постельного белья и полотенец. Потому что дает пролонгированный, ароматизированный эффект. Чем отличается от кондиционера. Парфюм для стирки. Добавляем гранулы перед тем, как закинуть белье в стиральную машину. И получается, что парфюмируют одежду во время стирки. Максимально въедается запах в ткани. Кондиционер добавляется на последнем этапе. На финальном полоскании. И находится с бельем последние 15 минут. Кондиционер смягчает белье. Гранулы такого эффекта не дают. Если вы хотите получить и хороший эффект ароматизации белья. И смягчающий эффект. То просто используйте, чтобы они не спорили друг с другом. Нужно выбирать неяркие кондиционеры. Например, для детского белья. Так вот, гранулы, во-первых, спасают от запаха сырости. Какой-то залежалости, что ли, в Калининградской области. Вот есть такой момент. И еще избавляют вещи от неприятных запахов. Например, выстирывать какую-то мужскую рабочую одежду. Или, например, в ткани, если в доме курильщики есть, въедается этот запах и в одежду, и в шторы. Даже в постельное белье, мне кажется, может этот запах въедаться. В общем, избавляться от любых неприятных запахов. Потому что во время стирки прямо это все происходит. Конечно, не из дешевых удовольствия. Но вот кому нужен такой эффект, кто любит, как я, чтобы прям пахло на всю комнату, очень советую желтый, самый яркий из всех трех отдушек. Просто обожаю. В сторонке остался малыш пятновыводитель. Тоже использую на постоянной основе. Во-первых, для стирки косметических спонжей. Тональный, убирает на ура. Прекрасно помогает отбеливать носки. Вот белые носочки, перед тем, как стирку загидывать, барабан непосредственно, обрабатываете этим спреем, оставляете на 15 минут и запускаете цикл стирки. Я специально делаю эксперименты, когда один носок отправляла в барабан без спрея, второй со спреем. Один вышел белый, второй немножко сероватый. Также вот как туда рисованы воротнички, манжеты, следы от еды. В общем, хорошо справляется с жировыми загрязнениями. Школьникам. Для школьников тоже вещь незаменима. И еще этот спрей спасает, если на какой-то белой мебели остались какие-то следы, где-то что-то вот черканули или еще что-то. Вот есть пятновыводящие салфетки, которые помогают белую мебель реанимировать. И еще этот спрей помогает. Также вот белую подушву обуви. Побрызгали немножко этим спреем, пошоркали. Он не разъедает руки, в отличие от вот этого, который уже активированный. Вот активированный на кожу попадает, пощипывает. Когда вы в банке пятновыводитель кипятком активируете, тоже рукам не очень комфортно. Потом вот в тазик с бельем, поэтому лучше с перчатками. А вот этот для рук безопасен, поэтому спокойно стираю спонжи, вывожу все пятна. Очень мне помогает. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы еще никогда ничего не заказывали в Фаберлик, то знайте, можно заказывать самостоятельно. Минимальная сумма заказа для того, чтобы сработала скидка 20% всего 1000 рублей, а со скидкой это уже 800. Если вы из другой страны, не страшно. Для вас это пропорциональная сумма, например, для Казахстана это 5000 тенге в ценах каталога, 4000 тенге получается со скидкой. Если хотите подарок за первый заказ получить, то тогда первый заказ должен быть на 1500. Вы оформляете первый заказ на 1500 в ценах каталога с вашей скидкой это 1200. И в следующем периоде получаете подарок. В текущем каталоге очень редкая акция. Новичкам дарят деньги целых 500 рублей на оплату второго заказа. Такое предложение крайне редкое, поэтому я очень советую им воспользоваться. Чаще всего есть какие-то конкретные подарки, но 500 рублей позволяет вам самостоятельно выбрать подарок, который вы хотите получить за первый заказ. Что нужно помнить до регистрации? Вот сейчас послушайте очень внимательно. Компания Faberlic сетевая. И несмотря на максимальную простоту оформления заказа, несмотря на то, что вы можете заказывать только для себя, ничего не распространять, компания все равно сетевая. И у вас в любом случае будет наставник. Всем своим новичкам, всем, кто проходит по моей ссылке, а моя ссылка всегда есть под видео, она реферальная, то есть проходя по ней вы попадаете ко мне под крылышко. Вот все, кто проходит по моей ссылке, получают гарантию, что им никогда не позвонят, никогда не спросят, почему вы не делали заказ, у вас товары в корзине грустят, вы столько-то каталогов не делали заказа. Ничего этого не делаю. В моей структуре абсолютная свобода. У меня девочки-покупательницы захотели, сделали заказ, не захотели, заказ не сделали, никакой обязаловки нет. Но если вдруг нужна помощь, я всегда на связи, для меня нет глупых вопросов, я всегда с радостью помогаю, я очень люблю общаться, делиться информацией, но я всегда уважаю чужое информационное пространство и никогда не навязываюсь. Это мой главный страх навязаться. Поэтому при регистрации я присылаю вам приветственное сообщение, если вы есть в WhatsApp или Viber, где даю самую важную информацию, даю ссылку для скачивания приложения, потому что компанию Faberlic заблокировали на иностранных платформах с приложениями, поэтому можно только с сайта официально скачать приложение Faberlic. Я вам даю эту ссылку, информирую о подарке, который вам положен, о стартовой программе, которая доступна только новичкам, о каких-то вот этих нюансах, вот это все вас информирую. Потом, когда наступает следующий каталог, я присылаю вам сообщение о том, как получить подарок, чтобы вы там нигде не тыкались, не мыкались. Вот только вот эту важную информацию и все. А дальше нужна помощь, я рядом, не нужна помощь, мы никогда с вами можем и не списаться. Спасибо большое за то, что были со мной, до встречи в новых видео. Всем пока-пока.